Продолжаем говорить на самые интересные и важные темы. Сейчас у нас в гостях Владислав Ганжара, депутат Государственного Света Республики Крым. Владислав Валерьевич, добрый день. Добрый день, Сергей. Владислав, 1 декабря Единая Россия провела единый день приема граждан в общественных приемных председателя правительства Дмитрия Медведева. Каковы результаты этого дня? Сегодня очень продуктивно поработал наш депутатский корпус. 628 депутатов всех уровней в Республике Крым провели прием. Кроме этого еще 200 должностных лиц, которые помогали вести этот прием. Ну, чиновников разного уровня и так далее. То есть охвачен был полностью весь Крым. Очень много проблем услышано. Я думаю, что уже в ближайшее время все озвученные проблемы, которые наши граждане сегодня принесли депутатам, будут решены. Или, по крайней мере, найдут свое логическое завершение. Общественные приемные открыты во всех городах. Во всех городах, да. То есть сегодня прошел единый день приема, причем это было на федеральном уровне, не только в Республике Крым. Но Крым уже присоединился к такой работе депутатского корпуса Единой России по всей стране. И участие, несмотря на то, что речь идет об общественных приемных председателя правительства, в работе этих приемных принимали не только чиновники, но вы говорите и депутаты. Вы в том числе. Депутаты. Я в том числе провел сегодня совместно с Сергеем Додоновым прием граждан. К нам пришло порядка 15 человек с очень разными проблемами. И я думаю, что уже в ближайшее время что-то было уже решено по ходу приема. Мы дали соответствующие советы, благодаря звонкам и так далее. Какие-то проблемы, безусловно, будем решать в процессе уже нашей работы депутатской. С какими проблемами сейчас люди идут в приемную председателя правительства? Эти проблемы чем-то отличаются от тех, с которыми, например, люди идут к вам на прием как к депутату госсовета? Проблемы, безусловно, разные, потому что мы понимаем, что, учитывая переходный период и так далее, наше население ежедневно сталкивается с рядом проблем. Но, к счастью, это, в частности, обычно проблемы более частного характера, несложные, которые имеют свое логическое завершение. На данный момент приемная председатель нашей партии Дмитрия Медведева уже 2,5 тысячи граждан побывала. Это за все время работы это приемная? Да, полторы тысячи вопросов уже решены, остальные находятся, опять же, в рабочем порядке и будут соответствующим образом решены. Сегодня Владимир Андреевич Константинов лично провел прием, как председатель нашей секретарии Крымского регионального отделения «Единой России», провел прием в приемной Дмитрия Медведева, где также им был выслушен ряд проблем и, безусловно, они будут решены. И, как бы, главное пожелание Владимира Андреевича, чтобы ежегодно наш депутатский корпус принимал еще больше и больше граждан, чтобы дни приема были более часто и наше население могло найти решение своих проблем благодаря работе депутатского корпуса. Мы с вами понимаем, что люди в общественные приемные председателя правительства идут для того, чтобы об их частной проблеме узнал председатель правительства. Вот федеральные власти действительно этими проблемами крымчан будут заниматься? Какова гарантия того, что они будут решены на самом высоком уровне? Безусловно, наиболее серьезные проблемы, потому что идет регулярный мониторинг работы депутатского корпуса, работы приемной «Единой России», особенно председателя партии, уходят в федеральный центр, в город Москву, где, безусловно, наиболее сложные проблемы находят свое решение. Владислав, скажите, пожалуйста. Мы помним, когда летом 130 депутатов Государственной Думы лично провели прием граждан по всему Крыму, опять же, не только в городе Симферополь, была охвачена вся республика Крым, и все проблемы нашли свое решение. Люди как попадают на прием к представителям правительства Дмитрия Медведева? Речь идет о какой-то предварительной записи или можно в любое время зайти в эту приемную со своей проблемой? Я говорю на запись в зависимости от того, какой график работы приемной, какие депутаты в этот день принимают, потому что многие граждане хотят попасть именно к этому депутату, потому что он является либо представителем того или иного мажитарного угруга, или с точки зрения его специфики работы он может помочь в решении того или иного вопроса. Поэтому люди, предварительно, исходя из графика работы депутатов, записываются и уже приходят непосредственно на прием. Трудностей здесь никакой нет, абсолютно спокойно каждый крымчанин может записаться на прием и попасть к тому иному депутату. Я уверен, вопрос будет решен. Потому что именно сегодня наша задача, задача депутатского корпуса контролировать, в том числе нерадивых чиновников. Мы знаем, что очень часто проблема состоит в том, что чиновники не идут навстречу гражданам, хотя имеют на это возможности. Вот именно депутаты очень часто, благодаря своим депутатским запросам и так далее, влияют на эту ситуацию и проблема решается нужным образом. Единым днем приема граждан Единая Россия отметила свой 13 день рождения. Это повод в том числе какую-то оценку пройденному пути уже дать. Скажите, пожалуйста, вы представляете эту политическую силу в Госсовете Республики Крым? Что сейчас из себя представляет партия Единая Россия и каково место молодежи в формировании ее политического облика? Сегодня мы знаем, что Единая Россия это самая мощная партия нашей страны. Это в первую очередь опора и поддержка нашего президента Владимира Владимировича Путина. В Крыму Единая Россия это опять же такая же наиболее мощная политическая структура. Фракция Единая Россия в Государственном Совете составляет 70 человек из 75. То есть мы видим, какую поддержку в свое время нам оказали крымчане, за что мы им безусловно очень благодарны. Сегодня ведем очень активную депутатскую работу. Уже принято очень большое количество законодательных инициатив, законодательных актов. Такая работа будет вестись у нас постоянно, потому что учитывая наши условия, Крым должен работать в этом плане очень интенсивно. И работу вести в законодательную намного более серьезными темпами, чем это делается в других регионах. Сегодня, говоря о работе именно самой партии, у нас работает 45 федеральных проектов. 12 из них уже запущены в Крыму. Это такие проекты, как экология России, детские сады детям, ребенок в каждой семье и так далее. То есть проекты, которые напрямую связаны именно с молодежной политикой, проблемами молодежи. И в том числе. Есть два блока проектов, которые работают таким образом. Социальный и инфраструктурный. То есть социальный направлен на сферу образования, культуры, молодежи. Инфраструктурный на решение таких серьезных стратегических задач развития экономики и так далее. Говоря о молодежной политике, безусловно, Единая Россия здесь тоже работает очень серьезно. И в этом ей помогает такая организация, как Молодая гвардия Единой России, которая по сути является молодежным отделением, ответвлением, так сказать, работы уже партии. И о работе, которую вы не понаслышке знаете, потому что вы составляете ее риты. Да, в силу того, что я на данный момент руководитель Крымского регионального отделения Молодой гвардии непосредственно на данный момент занимаюсь уже реализацией молодежной политики в Республике Крым. Работаем по проектам. Мы знаем, что уже и в вашей программе обсуждали ряд таких инициатив по общественному контролю, по общественному развитию и так далее. Будем работать дальше в этой сфере и, безусловно, являться тоже поддержкой нашей партии Единой России. Потому что и Малая гвардия Единой России – это два главных стратегических партнера. Критики Единой России постоянно говорят о том, что авторитет этой политической силы держится лишь на популярности президента и премьер-министра. Как вы относитесь к такого рода заявлениям? Как вы можете их прокомментировать? То, что авторитет нашей партии держится на авторитете Владимира Владимировича Путина и председателя нашей партии Дмитрия Анатольевича Медведева, это безусловно так. Но говоря даже о региональном аспекте и поддержке Единой России, мы знаем, что крымские лидеры – это Владимир Андреевич Константинов, Сергей Валерьевич Аксенов, которые возглавляли список Единой России в Крыму – являются такой же очень мощной поддержкой самой партийной организации. Но и ряды Единой России очень сильно изменились. Мы знаем, сколько новых лиц сегодня находятся в политическом поле Республики Крым. И сколько молодых людей попали в Госсовет Республики Крым? Да, 10 человек из 75, которые до 35 лет – это очень высокий показатель поддержки Единой России как политической структуры молодежи. И понимание того, что опора действительно должна делаться на молодежь, и ставка должна делаться на молодежь. Единая Россия, мы видим, воплощает это в жизнь. Не словами, а реальными действиями. Продолжая разговор о роли этой политической силы в политической жизни страны, хочется вспомнить слова президента Путина, который говорит о том, что любой партии, в том числе партии власти, нужна критика. Вот скажите, пожалуйста, в этой теме саморегуляции политической силы Единой России молодежь какую роль играет? Безусловно, молодежь здесь играет, и как молодая гвардия, тоже функция общественного контроля. Имея ту поддержку, которую имеет молодая гвардия, в том числе от администрации президента, от высшего руководства нашей страны в целом, есть прецеденты, когда недобрословленных членов Единой России, в том числе благодаря работе и выявлению. Безусловно, в любом регионе такие представители есть. Я знаю, что у нас Владимир Андреевич Константинов очень много уделяет внимания тому, чтобы предупреждая наших членов партии от каких-то противоправных, коррупционных действий и так далее. То есть сегодня власть должна меняться полностью. На примере Крыма мы особенно должны это ощущать, потому что на Крым сегодня возлагаются очень большие надежды. И то сплощение, которое мы сегодня обладаем, мы, безусловно, не должны его потерять. И вот благодаря вот таким недобросовестным людям это можно утратить. Поэтому, безусловно, функция общественного контроля благодаря работе общероссийского народного фронта здесь должна работать. Именно поэтому, кстати, сегодня общероссийский народный фронт именно вот такую функцию и выполняет. Контроля в том числе и провластных структур. И отрадно то, что процесс обновления политической силы имеет свои истоки изнутри и поддерживается в том числе молодежью. Владислав Валерьевич, приятно было пообщаться. Большое спасибо за ваш исчерпывающий комментарий, за то, что приехали в студию. Очень приятно всегда быть участником вашей программы. Спасибо, удачи в работе. Спасибо. Ну а мы не прощаемся с вами, продолжаем следить за развитием событий на полуострове. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова